Всем привет! Всем добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее утро у меня начинается с готовки. Почему? Потому что мне надо срочно быстро-быстро приготовить, покушать, так как весь основной день у меня сегодня занят. У меня запись в прихмахерскую. Я хочу подстричься и вывести желтизну, ну, чтобы они мне сделали более пепельный цвет волос. И плюс у меня на сегодня записан пилинг, пилинг лица. Когда я сказала в прошлом видео, ну, то, что думаю, все-таки планирую сделать пилинг, это очень многие сказали, Люба, да ты что, ну, летом нельзя. Летом очень такое, так скажем, агрессивное солнышко, и, ну, ты будешь загорать, и после пилинга, ну, есть вероятность, что могут появиться пигментные пятна на лице. Ну, как бы, нежелательно делать такую процедуру летом, ее желательно делать зимой. Но вы знаете, почему я все-таки все равно решила делать летом, потому что если я не сделаю сейчас в отпуске, то я уже точно потом не сделаю. Понимаете, когда я вернусь домой в поселок, у меня не будет возможности ездить в город на такую процедуру. Как вы все знаете, Саша у меня всегда в командировках, очень редкий случай, чтобы он был дома. Это, во-первых, мне надо нанимать машину, чтобы, ну, меня возили в город. Это 6 часов дороги, 3 часа туда и 3 часа обратно. Плюс сколько-то времени на саму эту процедуру. Ну, то есть это целый день. Это брать Диму с собой. Мне его оставить нянька в поселке не с кем. У меня там две подруги, Юля и Вика, и они обе сейчас работают. И Юля работает, и Вика вышла с декрета. Она до этого была в декрете. Помните, мы с ней и грибы ходили, собирали. И все было классно. Она была в декрете, деток в садик отдавала. И как бы, ну, у нее день был свободный. Но сейчас она каждый день работает. У нее, ну, выходные только суббота, воскресенье. То есть мне вообще некого попросить, чтобы кто-то был с Димой. И тащить Вову, представляете, на эти процедуры. 6 часов в дороге, чтобы он вот так вот мучился. И там, кого я буду просить, чтобы кто-то посидел с Димой, ну, пока мне будут делать эту процедуру. Мне некого просить. Он, естественно, не сможет столько времени просто сидеть в коляске. Ну, в общем, для меня это нереально, сделать такую процедуру в поселке. И поэтому я решила, что пока я в отпуске, несмотря на солнце, несмотря на то, что лето и так далее, я все равно это сделаю. По крайней мере, у меня будет чистая кожа. Недостатки есть. Вот я сейчас абсолютно без макияжа специально не красилась, потому что собираюсь, ну, как бы на пилинг. Смысла нету наносить тоналку и прочее. И вот без макияжа мое лицо, как вы видите, недостатков очень много. Оно у меня в красных пятнышках, в мелких прыщиках. Плюс у меня очень расширенные поры на лице. Ну, недостатков много, действительно много. И как бы мой косметолог мне это посоветовал не просто так, потому что она действительно видит, ну, что у меня, ну, несовершенно кожа на лице, так скажем. И она мне объяснила, что есть специальные процедуры, после прохождения которых от этого всего можно избавиться. Ну, даже если не на 100%, то на 80% кожа будет намного чище, чем была до. Естественно, я хочу, ну, блин, я же девочка, мне, конечно, хочется быть без прыщей, без вот этих всех недостатков. Поэтому на свой, как говорится, страх и риск я решила, несмотря на то, что лето, сделать эту процедуру. Иначе потом у меня такой возможности не будет. Так что не ругайте никто моего косметолога, а то начали мне написывать, ой, что-то она такая прям глупая. Не в то время советуют тебе эту процедуру, ее надо зимой делать. Она-то не глупая. Просто я ей объяснила, что потом я не смогу. Ну, либо сейчас, либо никогда. И она, ну, как бы сказала, что если ты хочешь, мы тебе сделаем. Я подумала, подумала и решила, что я хочу. Так, по поводу ушей. Я на следующий уже день одела новые сережки, которые мне... Плохо видно, да? Которые мне подарила мама. Я в золотых сережках. Вы знаете, у меня уши вообще не болят. Что даже в день прокола у меня не было такого, чтобы у меня болели уши. Так, надо сбавить, сбавить, сбавить. Чуть-чуть температуру. Так. У меня не было такого, чтобы у меня болели уши. И я прям буквально на следующий день маме говорю, мам, ну они у меня вообще не болят. Давай это, вытащим эти гвоздики, вставляем мне уже золотые сережки. Буду ходить с золотыми. Она мне вставила, и у меня ничего не болит. Все как бы прекрасно. По поводу моих губ. Получается, в первый день, когда мне сделали эту процедуру, они у меня очень сильно болели. Вот. Но уже прям на следующий день боль полностью прошла. Я спокойно уже и разговаривала, и кушала. Ну, вообще полностью боль прошла. У меня ничего не болит. Я думаю, что отек тоже подсошел. Вот так вот выглядят мои губы. Ну, как вы видите, ну, как мне кажется, может быть, вам так не кажется, но как мне кажется, не такие уж они у меня и огромные, здоровые. Я не качала туда, знаете, 5 мл этого средства, ну, чтобы они были какими-то огромными. Они просто стали чуть-чуть пухлее, чем у меня были до этого. Что я, в принципе, и хотела. Чтоб они были чуть-чуть пообъемней. Я не хотела прям огромные губы. Так что я очень довольна результатом. Сегодня у меня, получается, сейчас будет прихмахерская. После прихмахерской пилинг. И заодно она посмотрит мои губы. Может быть, там коррекцию какую-то сделает. Погода на улице ужасная. У нас льет дождь с самого утра, и весь день он идет, не прекращается. Буду, наверное, вызывать такси, чтобы и в прихмахерскую, и в тот салон буду ехать на такси. Так-то, в принципе, расстояние не слишком огромное. Можно бы было и пешком дойти. Но под дождиком, если честно, не очень хочется мокнуть. Я не знаю, увидите вы или нет, но у нас прям идет дождь. Погода не очень. Так, у меня закипела вода на макарошке. Надо чуть-чуть подсбавить температуру. Это не сделала. Так, что я планирую приготовить? Сейчас быстро отвариваю макароны. И это, хочу пожарить зразы с грибочками и с яйцом. Это достаточно быстро, не заморочно. Девчонкам будет что кушать. Здесь в этой кастрюльке у меня варятся сосиски, так как Вероника не любит котлеты. Я у нее уже спросила. Я у нее уже спросила, она сказала, что я котлеты не люблю. Я говорю, сосиски любишь? Она говорит, люблю. Я говорю, ну хорошо, ты будешь макарошки с сосисками, а мы будем макарошки с зразами. Так, здесь смотрите, я уже приготовила фарш на зразы. Сюда добавила лук, чеснок и хлеб замачивала, добавляла хлеб. И специи только соль, так как дети, девчонки будут есть. Не стало ничего, даже черный перчик молотый не стала добавлять. Здесь я обжарила шампиньоны с луком, грибочки. Здесь у меня вареное яйцо. И в этой тарелочке у меня манка. Сейчас буду быстренько делать зразики, зразики с грибочками и с вареным яйцом. Я думаю, что будет очень даже вкусно. Так что приступаем к заготовку. Делаются они очень легко и просто. Беру кусочек фарша, так скажем. Вот так вот прям по ладошке разминаю в плоскую лепешку этот фарш. Вот получается плоская лепешка. Сейчас ложечку возьму. Далее беру грибочки, кладу в эту лепешку грибы. Побольше. Я люблю, когда начинка. И одно яйцо. Ну не яйцо, а кусочек яйца. Не целиком яйцо. И тут у меня получается бока уже есть, захлест сделать. Я беру еще небольшой кусочек фарша. Тоже делаю такую, так скажем, лепешечку. Так вот разминаю. Сверху накрываю вот этой вот лепешечкой. И заворачиваю вот так вот бока. Хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Получается вот такая вот зразина. Внутри грибочки и яйцо. И затем я эту зразу окунаю в манку. Все в манку окунула и обжариваться на сковородку. Сейчас еще налеплю и буду обжаривать. Такие вот зразы. Очень вкусные. Так, все. Я кормлю девочек. Первая партия зраз у меня пожарилась. Вот такая вот красота. Вон у Мариши зразы макарошки. Салатик Марина нарезала. Вероничка у нас макарошки с сосисками кушает. Я себе подогрела вчерашнюю картошку. Надо доедать. Чуть-чуть осталось. Надо доедать. Я буду картошку с мясом. Салатик. И тут у меня вот жарится следующая партия. И вот еще тут налепленная. В общем, жарить еще не пережарить. Нам приятного аппетита. Мы садимся кушать. Так, все. Я быстренько дожарила зразы. На улице вроде подраспогодилось. Ну, конечно, холодно. Но дождик хотя бы прекратился. Поэтому иду пешком. Тут совсем недалеко до салона. Все, иду в парикмахерскую. Наводить красоту. Хочу стрежку каскад. Чтобы мне легче было укладываться. Волосо-брос. Уже укладка никакая не держится на голове. Блином ложится. Не укладывается. Когда он покороче, его, конечно, гораздо проще укладывать. Так что все. Я бегу-бегу-бегу. Наводить красоту. Так, все. Я пришла. Вот этот салон. Называется Киото. Я пока что в зале ожидания. Жду. Чуть-чуть пораньше пришло. Тут всякие средства продаются. Жду. Когда меня позовут. Так, мне нанесли состав. Я просто хочу затонироваться. Ну, убрать желтизну. Это не краска. Это тонировка у меня. Вот. Вот такая вот она я. Сейчас сижу 20 минут с тонировкой. И затем будет стрижка. Ё-моё, я бегу под дождем. В общем, смотрите. Вот такая красота. Цвет очень красивый. Но вам ничего не видно, потому что я не могу себя снимать. Бегу, дождь льется. Камеру сейчас намочу. Давайте уже это. Я сейчас на чистку лица. Потом уже сделаю чистку лица. И вам все нормально отсниму. Вышла из салона. Дождя не было. Думаю, ну тут недалеко до следующего салона. Дойду пешком. 5 минут прошло. И ливень, блин, полил. И уже вызывать смысла нет. Тут бежать не так-то уже далеко. В общем, я под дождем бегу. Потом к вам вернусь. И мокрая вся. В общем, мы состригли всё. Вообще всё. Но это я сама, если честно, так попросила. Потому что у меня волос был мёртвый. Волос был сжёный. Я говорю, давайте всё-всё-всё, что мёртвое, всё сострижём. И я буду со здоровыми, живыми волосами. В общем, мне вот так вот всё подстригли. Конечно, сейчас получается волос короткий. Но я знаете, как думаю, что волос, это вообще ничего страшного. Он отрастёт. Правильно? Правильно. Но мне в любом случае очень нравится. Мне нравится, что сделали... Ну, вообще, как бы каскад сделали. Небольшую чёлочку мне подстригли. Тут как бы лесенка идёт. Не знаю, что вам там понятно, непонятно. Мне очень нравится. Я так-то вообще длину не ношу. Я её вот так вот крабиком закалываю. И всё. Всё. И я как бы в целом вот так вот хожу. Вот так вот с крабиком. Мне нравится. Я теперь... Он тушу короткий. Я теперь его спокойно могу опять феном укладывать. Ну, что делать вот эту шапочку. У меня на... Ну, как бы мне будет вообще удобно. Ну, в общем, вот так вот здорово. Заплатила я за тонировку и плюс стрижка. Вон, я даже чек сохранила. Сейчас вам покажу. 2,732 рубля. Не знаю, первый раз у меня, кстати, такое, чтобы 32 рубля. Обычно в салонах, ну, какие-то круглые суммы, да, там, допустим, 2,700. А этот 2,732. Не знаю, как они там высидывают. Ну, в общем, практически 3 тысячи за мою голову. Но я очень довольна. Мне очень нравится. Классно. Здесь очень такое тусклое жёлтое освещение. Но я думаю, вам видно. Вот. Я пришла в салон, жду своей очереди. Сейчас будут мне делать пилинг. На улице дождик. На улице дождик. Идёт дождик. Ну, я вам говорила, у нас всю неделю передают дожди. В общем, это, на природе посидеть не судьба. Тут вот заходишь, такая лавочка, цветулочек. Я вот тут вот сижу на диванчике в ожидании. Там вон ещё один диванчик, а туда дальше уже процедурный кабинет. Кулер с водичкой. В общем, такая вот красота. Ну, я прям довольна. У меня наконец-то только живой волос на голове. Это супер. Это супер. Просто о длину, я говорю, её и не будет видно. Я всегда с крабиком хожу. У меня что, он длиннее был, что будет короче. Я всё равно вот так вот крабиком всё заколю и буду с крабиком. Мне главное, чтобы вот тут вот шапочка делалась. Ну, что, он такой коротенький, очень удобно феном укладывать. Вам, наверное, кажется, что жёлтый, но на самом деле он прям пепельный. Это просто тут освещение такое жёлтое. Что, я всё, я после процедуры. Пока мне делали пилинг, тут уже опять погода распогодилась, дождика нету, даже солнышко засветило. Только лужи везде. Ой, видно, не видно. Нет, тут вообще ничего не видно. Давайте домой уже придём. И дома нормально свет включу, и нормально вам поснимаю себя. Ой, вы знаете, я с ней разговаривала. Она-то, конечно... Ну, я же её просила, ну, что я блогер, что мне надо съёмки. Я имею в виду про то, когда губы делали. Ну, ей же, естественно, было интересно. Она тоже зашла ко мне на канал, ну, посмотреть, что за блогер и так далее. Вот, и она, естественно, читала комментарии, получается, под тем видео, где я выпустила, что сделала губы. И когда там многие писали, ой, что это за косметолог там, ну, пилинг нельзя, там, ну, будут пигментные пятна. Она говорит, Люба, ну почему, они что, не понимают, ну, что сейчас же есть современнейшие препараты, говорит, нанотехнологии, с таким-то там PH, с тем-то, с тем-то. Ну, она там тоже, знаете, состав всё это рассказывает, перечисляет. Сейчас вот смотри, вот такой есть пилинг, он же, в нём вот такой-то состав, она мне всё это перечисляет. Ну, это всё современно, это всё можно делать и летом. Если бы, ну, были противопоказания, да я бы сама не взялась, даже если бы ты хотела, я бы не взялась тебе делать в лето такую процедуру. Ну, у меня, ну, вот такой средств, такой средств. И всё она мне всё рассказывает. Я говорю, да не читайте комментарии, и всё нормально. В общем, испереживалась она вся, но я её, конечно же, успокоила, потому что, конечно, всё классно. Процедура релакс. Честно вам говорю, я думала, ну, всё, сейчас, наверное, будет так болюче, приболюче, приболюче. Нет, девочки, прямо релакс. Да, когда кислоты вот эти сначала наносят, такое лёгкое покалывание, пощипывание идёт по лицу. А потом, ну, сам пилинг этот наносят тоже, лёгкое покалывание, пощипывание, ну, по лицу идёт. Ну, а в целом-то всё нормально, это настолько вообще-вообще-вообще терпимо. Ну, не знаю, может быть, у меня такой низкий болевой порог, и мне кажется, что ничего не больно. У меня брюхмахер тоже когда-то нервала, там, знаете, ну, расчёсывает, и расчёска, волос-то сжённый был нос или на конце, расчёска застревает в волосах, и она постоянно, ой, вам больно, ой, вам больно. Я говорю, да нет, мне не больно, дерите. Не знаю, может, правда, у меня такой низкий порог, но мне было не больно. Вот. И, в общем, это самое. Вообще, такой релакс, я думала, так будет больно. Мне сегодня умываться нельзя, только завтра утром. Сегодня вообще к лицу, говорит, не прикасайся, ничего не делай. У меня все прыщики побелели, ну, вам, наверное, не видно. В общем, у меня все прыщики побелели, так немножечко вздулись и побелели. Но она говорит, это всё так и должно быть. Ещё она сказала, что если будут корочки, ну, на лице, вот, лицо будет покрываться корочками, то, это, тоже, говорит, ну, ничего не трогай, ничего не сдирай. Не надо сдирать никакие корочки. В общем, я счастливо-довольна. Опять она мне нанесла на губы маску там какую-то питательную для губ. Ну, просто так бесплатно поухаживала за моими губками. Коррекцию мы сегодня никакую, ну, я имею в виду, по губам не делали. Ой, потому что она говорит, пусть они ещё чуть-чуть подзаживут. Всё равно, говорит, ты ко мне ещё пойдёшь на процедуры, на пилинг. И, говорит, это. Потом, говорит, сделаем коррекцию. Пускай до конца-то заживут губы. Я говорю, ну, ладно, пускай до заживут. До конца. Ой, я уже пришла домой. Я. Привет. Привет. Как вы тут без меня? Всё хорошо? Да. Варюша, привет. 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 Привет, всё хорошо. Мне всё сделали, да? И пилинг, и прическу всё мне сделали. Все, мой сынок. Молодцы. Памперс поменяли, поели. Умница. Вон Вика нянькается с моим сынком. Всем привет, всем привет. Ричард, да что ж ты мой сляткий такой? Радуешься, что я пришла? Ой, ой, я тебе в глазик чуть-чуть. Пальчиком, мне больно? Тебе не больно, мой пёс? Сынок. А я в меня ничего обнимаю. Сынок, ты как тут нормально без меня? Нормально. Всё хорошо? Всё хорошо? Всё хорошо? Я могу его обнять только, когда он смотрит Машу и Мудведь. По-другому он не даёт. Ну да, он у меня не ручной мальчик. Он любит сам по себе играться постоянно. Он вообще не любит ни на ручках, ничего такого. У меня пилинг прошёл, посмотри на моё лицо. Затонировалась, подстриглась, состригла вообще весь жёный волос. У меня ещё будут процедуры. Смотрит, говорит, это, Викин муж говорит, да что-то там и не видно, что у тебя что-то там делали на лице. Видно, видно. Ой, фокус, фокус. Вот сейчас, подождите. Губы видно там. Не, ну губы она мне маску просто нанесла, опять увлажняющую. Ну понятно, это первая процедура. У меня сейчас всё должно корочкой покрываться. Всё это должно слазить. Ну в общем, это терпимая процедура. Ладно, всё, я голодная. Я пошла, я пошла кушать. Что, тебя за снять? Снимай, снимай, Теечка. И Варечка, и Теечка, и мои племяшки, и все тут, все тут. Я люблю тетю Леву Синейшку. Любит тетя Любу. И все клюбит. Все любят тетю Любу. А я люблю своего племяшку. Моя Варечка. Моя Варечка. Тебя само собой. Так, ладно, всё, Люба пошла лопать. Мама пришла с работой. Я её уже покормила. Вам скажи, вкусные зразы я приготовила? Очень вкусные, конечно. Марин, тебе понравились зразы? Всем понравились. Все сказали, что очень вкусно. Ну, Люба вообще готовит шедеврер. Прямо молодец. Стру тоже с мужем покормила. Вика тоже говорит, такие вкусные. Говорит, ты снимала, как ты готовила? Я говорю, снимала. Она говорит, надо будет посмотреть. Тоже дома такие замучу. Всем понравились мои зразы. Так что, вам тоже советую. Готовьте. Готовьте, очень вкусно. Да, я не накрашена. Мне так непривычно на себя смотреть, на ненакрашенную. Я как это, блеклая белая мышь. Ну, зато с прической. Да, с прической. И скоро буду с чистой, идеально чистой кожей, без прыщей, без ничего. Только надо все процедуры пройти, и тогда будет все хорошо. Буду с вами прощаться, это самое. Весь день у меня вот такой какой-то шебутной, сабутной. То плиты простояло, то бегом в один салон, бегом в другой салон. И так вот день и пробежала. И нечего было снимать. Буду с вами прощаться. Ну, вы мне писали. Люб, даже если хотя бы на чуть-чуть будешь выходить на связь. Что такое, Дим? Даже если на чуть-чуть будешь выходить на связь, все равно выходи. Поэтому вот на чуть-чуть вышла к вам. Да, на чуть-чуть. Дим, попрощаешься с моими зрителями? Скажи, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Рада любому новому зрителю. Да, сынок? Он меня снял. Тебя снять. Тебя снимаю. Вот она, Варечка. Вот она, Варечка. Все, скажи, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok